Делегация нашей Саратовской области в составе 16 регионов Российской Федерации приняла участие в обучении в рамках программы учебной, которую совместно наше Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации вместе с высшей школой РАНХИКС создало именно для руководящего состава и сотрудников Центра в зависимости населения. Для чего была создана эта учебная программа, какую цель она преследовала? В первую очередь основополагающим фактором стало то, что в этом 2021 году, юбилейном 30-летии, так как в этом году служба занятости в Российской Федерации, были внесены серьезные изменения в закон о занятости граждан в Российской Федерации. И эти изменения были в первую очередь направлены на то, чтобы трансформировать систему и привести ее к единой схеме, позволяющей абсолютно на общих принципах единообразия оказывать содействие гражданину и работодателю в поиске подходящей работы либо в подборе подходящих работников по одинаковой схеме на территории всей Российской Федерации. В нашем Балаковском центре занятости с 2019 года точно так же начали разрабатываться и внедряться в практику комплексные услуги. То есть, когда человек приходит с одной целью, и ему сразу предоставляется все. В рамках того, что он хочет, например, подобрать себе подходящую работу, ему может быть предложено, например, и психологическое тестирование, и профориентация, и может быть предложено переобучение, либо повышение квалификации по имеющимся у него специальностям. Ему может быть предложено участие в ярмарках вакансий, в гарантированных собеседованиях. И получая комплексную услугу, мы таким образом гражданину можем дать возможность устроиться на ту работу, которая ему более привлекательна, а может быть даже и совершенно поменять свою профессиональную ориентацию и начать пробовать себя на совершенно другом поприще. В этом году в рамках национального проекта «Демография» была создана, на мой взгляд, просто совершенно уникальная возможность для россиян абсолютно любых по степени занятости, начиная от домохозяек и заканчивая работающими, трудящимися и даже не собирающимися менять свою работу, для того, чтобы повысить свои собственные компетенции в профессиональной сфере. Целый ряд учебных заведений, причем высококлассного уровня на территории нашей Саратовской области, начиная от высших учебных заведений и узкопрофильных, средних, профессиональных, потому что обучение предлагалось от рабочих специальностей и до направлений служащих, давали возможность каждому желающему подать заявку на обучение либо в статусе безработного гражданина, либо в статусе ищущего работу. Это как раз категория, которая может быть применима для тех, кто в настоящее время работу имеет и хочет повысить свою квалификацию, либо получить какое-то новое направление. У нас балаковцы очень активно присоединились к этому направлению, в общей сложности у нас почти тысяча человек подали заявки и успешно сейчас проходят. Кто-то уже закончил, у кого сейчас уже в декабре заканчивается обучение по этим направлениям. Так что вот эта программа, я думаю, что она будет активно развиваться в последующие годы, потому что учебные учреждения уже строят планы на следующую уже долгосрочную перспективу, корректируют учебные программы, задают нам, кто уже прошел обучение, вопросы о том, что было интересно, получают адекватную обратную связь для того, чтобы корректировать качество образовательных программ и корректировать их в соответствии с потребностями, потому что, как вы понимаете, спрос рождает предложение. Спасибо.